Крупнейшая за Уралом площадка для формирования стратегии развития аграрной отрасли. Сегодня в Белокурихе проходит зимняя зерновая конференция. Весь день там работает наша съемочная группа. И прямо сейчас на связь со студией готова выйти. Олеся Роженцова, ей слово. Здравствуйте, Ирина. Наша съемочная группа продолжает работать на 10-й зимней зерновой конференции. В первой сессии с одним из докладов выступил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Николаевич Рылько. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас идет активно процесс импортозамещения. Как он вообще влияет на аграрный рынок России, в частности, и Алтайского края? Импортозамещение оказало существенную роль в том смысле, что оно добавило к экономическому росту российского сельского хозяйства и, среди прочего, обеспечило те феноменальные темпы прироста быловой сельскохозяйственной продукции, которые мы наблюдаем в последние пару лет, особенно успешным оказался 2016 год, когда сельскохозяйственная продукция в нашей стране выросла на 4,8%, то есть почти на 5%. Это очень серьезно отличается вообще от того, что происходит в остальной экономике нашей страны. И, среди прочего, импортозамещение тоже оказало свой вклад очень серьезный вот в эти темпы прироста. Есть ли какая-то тенденция или тенденции, может быть, на 2017 год? Чего ждать аграриям России? Что касается 2017 года, то здесь возникает такой серьезный эффект базы, то есть очень тяжело показывать такие же темпы прироста в следующем году, поскольку до этого был достигнут очень высокий уровень производства, а по некоторым продуктам мы поставили национальные рекорды, то есть по зерну, по масличным, по сахарной свекле, по ряду других товаров российское производство превысило рекордные уровни. По мясным продуктам, таким как мясо птицы, свинина, тоже были поставлены рекорды. Конечно, будет довольно тяжело на основе таких вот рекордов отталкиваться от них и двигаться дальше, поэтому, скорее всего, нас ожидает все-таки снижение темпа прироста, насколько, пока очень сложно сказать, поскольку сельскохозяйственный год только начинается. Много от погоды будет зависеть, конечно. Мы знаем, что удобрений в этом году на европейской территории России, по крайней мере, насыпали рекордные объемы, и подготовлены удобрения для внесения тоже рекордные объемы. Но нужно смотреть по погоде. Еще пока очень тяжело говорить о том, какой будет урожай следующего года. Спасибо большое. Я напомню для наших телезрителей, что сегодня мы работаем в городе-курорте Белокурихе на 10-й зимней зерновой конференции. Вечером еще ожидается вторая сессия. Все подробности в вечернем выпуске новостей. Ирина.